Окей, давайте начнем. Я думаю, все пришли, кто хотел. С одной стороны, хорошо, что я выступал последней. Я попытаюсь сделать свою презентацию как можно легче, без какого-либо хардкора, потому что все уже устали. Поэтому давайте немножко расслабимся и отдохнем. Меня зовут Игорь. Работаю Java Developer в компании Logica. Работал на проекте связан с Highload и с распределённым вычислением. Сегодня мы поговорим о Гуале. Кто мне скажет, что такое Гуала? Кто работал с Гуалой? Кто слышал это слово? Отлично. Ну, Гуала – это круто. Я не уверяю, что все пробовали. Я попытался найти в магазинах безуспешно. А кому будет интересно, распелка в Южной Америке и Мексике, на Википедии можете почитать. Но сегодня мы не будем говорить о фруктах. Поговорим о Java и о Google. Гуала – это набор утилит, классов различных методов. Это open-source библиотека, которая помогает девелоперам в повседневной жизни. Используется повсеместно разработчиками Google в ежедневной своей работе. Используется в продакшене, поэтому, будьте уверены, она достаточно хорошо протестирована. Гуала, как библиотека, говорит, что 286 тысяч тестов было заранено. Поэтому шанс схватить какой-то дефект очень мало. Я поинтересовался, опять же, 286 тысяч. Кто писал их? Ну, в принципе, да. Можно поверить, что Google – компания большая. Если разделить это на всех девелоперов Google, то, в принципе, вероятность есть, что они могут написать это. Но, опять же, в библиотеке Google есть… Я встретил классы, которые называются Generations, Generate и тому подобное, которые принимают различные аргументы, параметры. Так вот, сама библиотека Гуава была протестирована классами библиотеки Гуава. Тем самым, действительно, подставляя различные аргументы и вариации набор тест-кейсов, было получено вот это число – 286 тысяч. Это то, что проверяется, скажем, ежедневно. Гуава находится в активном девелопменте. Очень большой процент пользователей, разработчиков используют его по всему миру. Очень большой комьюнити. И давайте поговорим, что такое Гуава и почему. Ну, наверное, как каждая утилитарная библиотека, понятно, она подразумевает, что вы будете писать меньше хода, что ваш ход станет более читабельным, более чистым, более простым. Она поможет вам сфокусироваться на вашей бизнес-логике, а не на том, чтобы писать юнит-тест. Джава утилит. Понятно, юнит-тест вам тоже надо писать. Она экономит время, тем самым повышая продуктивность вас как разработчика. Также это очень популярный API. Можно сказать, это некий мейнстрин сейчас. И в целом можно оценивать Гуаву как естественное расширение Джава. То есть очень-очень удобно. Мы не поговорили об этом. В принципе, Гуава – это один жарник, который вы добавляете в Мейзен. В принципе, этого достаточно. Ну, я, наверное, называю это неким фруктом, который некий вкусный такой элемент на пирожное. То есть ваше приложение и некое изюминто, которого вы добавляете. Вы подумаете, окей. Утилитарные классы. Я, наверное, мог бы сам это разработать. Все достаточно просто. У меня есть время. Заказчик оплачивает это. Окей. Ну, вернемся, наверное, к истокам. Я люблю ссылаться на, кто читал Effective Java. Можете еще раз перечитать в году 47, которая говорит, что не делайте велосипед, не изобретайте. Если вам нужно что-либо, скорее всего, существует уже это написанное. Уже есть какой-то метод, уже есть какой-то класс. Если вы об этом не знаете в этом классе, опять же, не пишите. Лучше поищите. Скорее всего, уже кто-то за вас это сделал. Поэтому, возвращаясь к этому слайду, опять же, рекомендую почитать эту книгу и не изобретать велосипед. Гуава релизится каждые 3-4 месяца, то есть это стало довольно-таки стабильно, не раз в год. Текущий релиз 14.0, который был зарелизен в марте. И все релизы являются major-релизами, minor-релизов нет. Нет такого понятия. Когда вы копнете глубже, когда вы добавите маленькие репозитории, свое приложение, вы столкнетесь с тем, что и заглянете в исходники Гуавы, вы встретите аннотацию B. Что это такое? Это некий subject exchange. То есть понятно, Гуава, она активно развивается, и они пропагандируют идею, мы не будем тащить за собой то, что мы делали год назад, и то, что нам уже не нужно. То есть они особо не поддерживают backward compatibility. Поэтому, если вы используете сейчас и пишете, допустим, базируетесь на каком-то методе, который означен как бета, то есть не факт, что он в итоге попадет в релиз. И не факт, что через год этот метод не исчезнет. То есть может быть такая ситуация. Но гораздо проще будет перезабрать ваше приложение, исправить пару классов, поменять на новый метод. То есть, возможно, они пофиксили что-то performance, или поменяли какую-то логику, и все начнет работать нам гораздо лучше и проще. Поэтому обращайте внимание на аннотацию бета. К чему я веду, что Guava дипликейтит очень сильно. Так что стоит за этим следить. Что такое Guava? Во-первых, так выглядит Guava. Красненькое в разрезе. Это набор неких библиотек. Да, они разделены по пэккеджам. То есть не буду перечислять. Есть аннотации, basic утилиты, коллекции, примитивы, ренджи, феширование, феширование. Все, что нужно, все есть. Да, маленький момент. Если кто-то до этого не слышал Guava, возможно, слышали Google Collections. Так вот, Google Collections – это то, что было пару лет назад, и то, что преобразовалось в Guava. Окей, сегодня мы поговорим о аннотациях, какие есть, о базовых утилитах, посмотрим, какие есть коллекции, методы для работы со стрингами, некие функциональные идиомы, некий функциональный подход в программировании, то, что добавляет Guava, и кэширование. Все остальное как бы того. Интересно, фреймворк concurrency, comparison, кто не любит переделывать методы compareTo, руками переписывать, есть достаточно удобные утилитарные методы. Работа с примитивами, то есть фактически есть integer, но есть integers, который заканчивается на s. В нем вы найдете от 10 до 50 различных методов, которые делают, наверное, все возможное. различные математические операции, то, чего нет в Gile, набор утилит для работы с рефлексией, с нетворком, с работой с файлами и стримами и т.п. Мы сегодня поговорим о базовых вещах, на то, что, по крайней мере для меня, является основным, и то, что я применяю в ежедневной работе, и что позволяет делать мою работу быстрее. Окей, давайте тогда попробуем, что такое Guava, посмотрим какие-то примеры, разберемся. Окей, аннотации. Есть несколько, то есть вы, опять же, Guava сама использует эти же аннотации, поэтому не пугайтесь, но вы можете использовать их и в своем приложении тоже. То есть, например, если вы делаете какой-то API, вы можете повесить на нее аннотацию beta без проблем, или visible for testing на какой-либо метод. Также GVT compatible и GVT incompatible. То есть, опять же, если вы работаете с Twitter. Также некоторые методы, кстати, кто работает с GVT, некоторые методы не поддерживают работу с Vitting, некоторые поддерживают. Если он не поддерживает, то вы обязательно встретите аннотацию GVT incompatible. Поэтому будьте осторожны, следите за этим. Глава добавляет некий функциональный привкус, да, привкус функционального программирования, да, что ли, вашу работу. И вдохновением, естественно, стали быстро развивающиеся языки программирования, да, функциональные. Ну, опять же, в Java, пока Java 8 не была из-за релизена, мы это можем добиться, допустим, анонимными классами. Глава, опять же, она нацелена на пользователей Java 5 и выше. То есть, если вы не Java 5, по-моему, с версии, кстати, с версии Главы 12 они работают только с Java 6. Вот. Будьте осторожны. Окей, давайте разберем, что такое функциональная концепция, да, и что привносит Глава в это понятие. Какие основные вещи есть? Это функция, да, функция, то есть есть interface functions с методом apply, которая принимает параметризированный метод, да, from и to. То есть она позволяет что-либо трансформировать. Применимая это к коллекциям. Очень удобно. И предикат. Она позволяет фильтровать коллекцию. Опять же, вы увидите интерфейс predicate и метод apply, который возвращает true или false. Бориски. Давайте влюбимся в функции для трансформации коллекции. Например, есть много реализаций, да, как iterables, fluent iterables, iterators, collections. Да, кстати, все, что заканчивается на s, это относится в guava. То есть они любят, допустим, integer в Java, integers, допустим, в guava, string и strings. То же самое, как и здесь, iterables, iterables. То есть удобно. В зависимости от ваших потребностей, вы можете вызывать метод transform. Да, ну вот, в частности, iterables и fluent iterables, это некий wrapper not iterable, который позволяет добавить некие вот те самые функциональные вещи, плюс дополнительные методы по управлению и взаимодействию с коллекцией. Давайте посмотрим, как это выглядит на примере. Есть метод demo. Мы должны теперь написать свою собственную функцию, которая будет что-либо трансформировать. Ну, к примеру, здесь она принимает коллекцию стрингов, и мы каждый элемент из этой коллекции поднимаем в uppercase. Поэтому мы вначале описываем функцию toUppercase, а внизу мы вызываем статический метод transform, куда передаем наш input и нашу функцию. На выходе мы получим нашу коллекцию, но уже со всеми стрингами, со всеми элементами этой коллекции в upper street, то есть в верхней регистре. Удобно. Предикат. Опять же, очень похож на transform, тоже есть метод filter, у тех же самых интерфейсов iterables, iterators, collections, классов. На maps, multimaps и так далее. То есть то, что вы можете удобно вызывать. Очень похож по написанию, очень похож на function, разве что не extended его. Опять же, по примеру, у нас есть некий предикат only awesome, у нас есть наши пользователи, user, допустим. Мы описываем наш предикат, переопределяем метод apply. На вход подаем одного пользователя и проверяем. Или, как вариант, у меня есть какой-то пароль, есть в начале и в конце какие-то символы специальные, и я хочу убрать их. То есть что я делаю? Я конструирую charmatcher, говорю is, dollar, и trim from pass. Trim он их удалит. И на выходе я получу секрет паспорт, но уже без своих чисел. Также есть методы trim leading from, то есть он удалит в начале, то есть если я вызову его с тем же самым стрингом, то есть он удалит только лишь те символы, которые в начале. Или trading from он удалит только те, которые в конце. Не будем останавливаться на этом слайде. В принципе здесь перечислено много методов, которые позволяют вызывать charmatcher. И действительно большое количество. Давайте перейдем к join string. Каждый, наверное, из вас хоть раз писал такой код. Join, когда нам нужно взять на код какую-то коллекцию, у нас есть какой-то сепаратор. И выходим на выходе получить string, при этом нашу коллекцию через этот сепаратор перечислили. Ну, явно. Допустим, здесь есть много вариантов, как это написать. Как мы можем избежать этого и уменьшить? Это использовать joiner. joiner — это класс гуавовский, который на вход может принимать некий iterable, может принимать iterator, может принимать varator. varator — аргумент. Также он может возвращать вам значение или может аппендить его к appendable. Понятно? То есть аппенд был — это java-овский интерфейс, и там тот же string builder, он имплементит этот интерфейс. То есть вы можете что-то дополнять. Аппенд. Также он может скипать нулы, и дальше он может использовать какое-либо значение вместо null. Также он может на вход принимать мапы, ну и у него очень большое количество методов, то есть там от 18 до 48 различных вариаций. Из iterable, из iterator и тому подобное. Я думаю, что для вашего случая вы найдете все, что нужно. Как вариант, у нас есть некие фрукты, apple, у нас есть некий массив, apple, потом значение now, orange, guava. Мы хотим за-joining все это дело через амбитуру, при этом мы не хотим нулы. Поэтому мы вызываем метод skipNumse и метод join. В итоге получаем apple, orange, guava. Или мы, допустим, хотим за-joining все это дело, при этом заменить null, допустим, на bnull. ok, useForNum, вызываем метод, передаем туда banan и join в нашу клик. В итоге получаем apple, banana, orange, banan, guava. ok, это то, что мы хотели. Разбеение строк, сплиттер. Это класс, который вы найдете в guava. Я, наверное, назову его как string.split, но такой более продвинутый, что ли, на стероиде. Он работает иначе, чем join, в обратную сторону, то есть он сплитит. Опять же, допустим, он принимает string и сплитит это в коллекцию элементов. Опять же, или iterable, или iterator и тому подобное. То есть он более что ли интуитивный, чем string и сплитит. Как пример, конструкция похожая. сплиттер он, допустим, запятая, omit empty strings, trim results, split. И мы получаем наш результат. Если, допустим, что он может сделать? Он может выбирать пустые значения. Допустим, trim results. То есть вы не получите здесь пустой string в вашей результирующей коллекции. Если вы не вызовете trim results, то там будет просто пустой элемент. или, допустим, как omit empty strings. То есть если у вас там будет пустой string, то он его уберет из результирующей коллекции. Также пришло количество вспомогательных методов, которые позволят вам делать такие вот конструкции. Вопрос. Да. Экранирование символов. Я, например, CSV паршю. Да. Окей. Ты хочешь засплитить? Ну, у меня string в кавычках через запятую. В string в кавычках могут быть запятые. Как я ему объясню, что в кавычки оконируют запятую? И не нужно ее барсить, как в string? Наверное, никак. Наверное, никак. То есть ты здесь задаешь конкретный справ. Или что тебе надо сблизить? Возможно, там есть какие-то дополнительные методы exclusion. Такого плана. Надо посмотреть. Окей. Коллекции. У нас уже очень мало времени. Коллекции. Это multiset. То есть у нас есть лист. Все кастомные коллекции guava приметят, понятно, collection. То есть вы можете использовать его без проблем. У вас есть лист, допустим. который может включать сюда символы, которые повторяются. Вот мы видим 2b или 2a. У нас есть set, который по определению не может хранить повторяющиеся значения, идентичные. И у нас есть наш multiset, который может хранить повторяющие значения. Фактически он использует это как count. То есть он хранит значения. Он не хранит, допустим, все значения. Он хранит количество этих элементов от вашей коллекции. То есть, к примеру, a хранит count как 3. Если вы добавите еще 1 a, он заинкременит его и сделает ему 4. У вас 2c и у вас 2b. При этом, если вы вызовете, допустим, size, он вам вернет реальное значение. Реальное количество элементов. Не количество ключей. Он вам не вернет, вот здесь, допустим, значение. Если мы вызовем size, он вам не вернет, а c и b. Только 3. Он вам вернет сумму, количество реальных элементов. Также есть метод count. Также можно вызвать итератор и проитерироваться. То есть, опять же, вы будете итерироваться не по 3 значениям, а по 8 значениям. То есть вы пройдете через каждый, допустим, элемент a. Ну и, допустим, как вариант, где вы можете это использовать для подсчета повторений. Допустим, вам надо почитать количество слов в книге. То есть вы можете это делать. Есть много различных вариаций и имплементации мультисета. Это и хэш мультисет, и три мультисет, и лингвит хэш мультисет. Разберетесь с этим деталью. Следующий вариант. Наверное, многие использовали это. Приходилось делать такие конструкции. Использовать мапу и в качестве value использовать некий лист, еще одну коллекцию. Ну и, понятно, с ключом string. Как вариант. У вас есть a с элементом 1, то есть повторяющиеся ключи. У вас есть a с значением 1, a с значением 2, b, 2, c и, допустим, 3 элемента c. Понятно, что такое вы не можете положить в обычную мапу. Потому что ключи должны быть уникальными. Есть решение у Guava использовать мультимап. Очень похоже на мультисет. То есть это что-то вроде как мапа, которая с неким ключом, и при этом в качестве значения используют коллекцию. Но вы получаете в дополнение... То есть если вы захотите туда положить какой-то свой объект с ключом, который уже существует, то он его туда добавит. При этом он добавит его дополнительно в коллекцию, которая вам нужна. Также есть много вспомогательных методов, как get, contents key, entry, size. Вы можете получить это как s-map. Много различных вариаций есть. Как вариант. То есть у вас есть мультимап. Вы создаете пустой мультимап. Если вы захотите взять оттуда элемент, то вы не получите в конце null. Вы получите некую коллекцию, но она будет пустая. Если мы туда положим три элемента с одинаковым ключом, то при вызове метода get по такому-то ключу мы получим все наши значения. Так. А я хочу как-то лист получить на коллекцию. И где-к-г-г-г-г-г? Оно как-то неологично. Это аэрлистный материал возвращает коллекцию. То есть он как-то... Ну я понимаю, что... Вторая стежка. Да-да-да. Вторая стежка. Здесь нет. А, окей. Так, без проблем. Напиши лист. Что он здесь сделал? Ну, видишь, что у нас здесь не коллекция. Просто напиши лист, да. Он тебе вернусь здесь. Зачем, ты создаешь... Зачем, ты создаешь... Зачем коллекцию, а он так остановит просто. Да? Так же много различных имплементаций для мультимаппли. ОК. Бимап... Это ключ-значения, которые уникальные, и вы можете инверсить их. То есть, допустим, нет надобности, допустим, хранить две мапы. Ключ-значение и значение ключ. То есть... Ну, иногда надо, да? Допустим, вам нужно переделать мапу, допустим, значения сделать ключами, а ключи сделать значениями. Вот можете использовать для таких вариантов бимап с методом inverse. Также, согласно Гуавовской парадигме, да, они для всех своих классов добавляют в конце S. То же самое, не исключение, стали коррекции. То есть, у нас есть лист, мэпс, мультимэпс и так далее, в которых вы найдете различные утилитарные методы. Полезные. Ну, вот как пример, мы создаем наш хешмап, в котором у нас ключ-это string, а значение у нас класс, который экстендит некий handler. Обычно мы пишем вот такую конструкцию, newHashMap, и опять же повторяем наш generic здесь. Как это можно все упустить с помощью Гуавы? Это вызвать синтетический метод newHashMap. Maps.newHashMap. То есть, вы на выходе получите, то есть, фактически он за вас сделает вот эту вот правую часть. Как это избежать в седьмой джаве? В принципе, седьмая джава не фиксит эту проблему. То есть, это одна из фич седьмой джаве. Можно не писать в генерике, в конце конструкции. Но, если вам нравится такой подход, с вызовом эстетического метода, как newHashMap, можно newArayList вызывать, newLinkedList и тому подобное. Достаточно удобно. Окей. Буквально пару слов скажу о кэше. Все, наверное, сталкивались в своем приложении, когда нужно закэшировать какое-либо значение. Допустим, закэшировать его на уровне одного application сервера, на уровне одного нода. Ну, что-то очень быстро сделать. Я не имею в виду здесь какой-то distributed cache, как main cache, puzzle cache и тому подобное. Что обычно вы используете? Как вы решаете эту проблему? Ну, наверное, да. То есть, использовать хэшмап при значении. Потом, если вы столкнетесь с проблемами мультипоточности, вы переделаете это все на concord хэшмап. Потом, если вам надо будет, допустим, что-то с кэша удалять, какие-то значения. Допустим, вы хотите положить кэш, вы хотите положить его только на 5 минут. Вам надо будет добавить какой-то queue. Это очередь и потом проверять, а прошло ли 5 минут или не прошло 5 минут. Как вариант. У Guava есть простое решение для кэширования. Очень удобно. Добавляет много сахара вокруг. То есть, это использование loading кэша и простого кэша. Loading кэш, мы посмотрим пример. Мало того, что он позволяет вам положить в кэш, но он позволяет еще написать код, который, если нет там этого значения в кэше, подгрузить его, допустим, с базы данных. То есть, вам не надо писать это дополнительно, к примеру, в вашем методе. Вы проверяете, есть у меня в кэше это значение или нет. Если нет, полезет в базу данных, положите его в кэш. И так из метода метод вы пишете один и тот же код. Можно определить это все в одном месте, использовать loading кэш и прописать эту логику в одном месте. Как вариант, он кэш.loader. Мы вначале описываем, потом override-method, наш анагимный класс, override-method load и вписываем туда логику. Допустим, createExpensiveGraph и класть его в кэш. Дальше, для того, чтобы сделать наш кэш, мы опять же вызываем cacheBuilder, newBuilder, build и передаем сюда наш loader. Дальше, чтобы взять значение, мы у переменной cache вызываем метод get. Если его там нет, этого значения, то вызовется метод load, который загрузит его и положит кэш. Удобно. Также позволяет добавлять, контролировать size, потом time-viction делать, добавлять некие listener на удаление. Если, допустим, expires ваше значение, то я хочу, чтобы меня, допустим, залокировать это. Или какой-то notification отправить, что значение моё за expires, оно будет или иной с кэша. Окей, вы можете это сделать. Также добавляет возможность получения статистики по вашему кэшу. Посмотреть, насколько эффективно или неэффективно он работает. Опять же, по гуалузски такой парадигме, вы можете использовать вот такие вот сложные конструкции. Конструирование кэша, указать, допустим, massive size, expire after access 10, и передать ему 10 секунд. То есть он заэкспарится через 10 секунд. Record stats, то есть он будет логировать статистику, потом можете почитать её. Build, опять же, в build вы можете не передавать конкретный loader, но вы можете тут же написать new cache loader, переопределить метод, допустим, loader. To after case, примерно. Промять верхний регистр. И дальше уже в своём классе пользоваться кэшем. Окей. С concurrency не возникает никаких проблем. Внутри им примитируют, используют concurrent hashmap. Если несколько одновременно потопов пытаются положить одно и то же значение, но не найдут его там и должны будет полезть в базу данных, то только один из этих потоков действительно полезет в базу данных. Все четыре потока будут ожидать. И будет такой атомарный метод, будто в Epson он положит туда. Поэтому не беспокойтесь за concurrency. Cache eviction, то есть он может по размеру, по весу, вы можете добавлять туда ваше значение, какой-то waiter, имплементировать интерфейс. Expire after access, expire after write и тому подобное. Ну, удобно. Так же вы можете явно invalidate, сделать какого-то ключа, удалить его. Удалить все ключи и передать сюда коллекцию ключей и вызвать invalidate all. С exception, опять же, то есть если у вас, допустим, обращение к базе данных или здесь как вариант load from disk вызовет какой-то EO exception, то при вызове get вам нужно будет закатчить execution exception. Это гуаловский exception, который будет выкинут, если случится какой-то EO exception. То есть вы здесь качестве. Unchecked? Да. Нет, unchecked. Unchecked. Unchecked, да. Ok, статистика. Вы можете посчитать количество хитов, количество миссов и load success count. Ну, то есть количество раз кэш загрузил значение успешно. Ну и количество, сколько он был найден в кэше и сколько ему пришлось пойти в базу данных взять. Удобно посмотреть за перформансом. То есть при вызове кэш-статс вы получите вот такой вот ту-стринг, что ли в конце. Из альтернатив, ну, Google нам показывает альтернативу, это Apache Commands. Некоторые вещи пересекаются, некоторые вещи дополняют друг друга. Допустим, со стрингом, со сплиттером, с джоином, то есть в принципе эти решения все есть в Apache Commands. Но если вы уже начали использовать Guava, вы используете Guava и только. Те же самые Multimap или Multiset, они тоже есть в Apache Commands. Но просто по-другому заимплементированы. Также рекомендую посетить эту ссылку, там такое бурное обсуждение на Stack Overflow с за и против. Ну и много голосов за использование Guava. Да, также вот можете посмотреть Google Guava vs Google Collections. Ну понятно, я говорил это одно и то же. Других вариантов особо нет. Окей, если вам нужна какая-то помощь, то окей, то есть Plutago Guava на Stack Overflow есть, у них есть своя группа, рассылка, Google группа. Там, где есть обсуждения, все апдейты туда выкладываются. Ну достаточно активно, то есть если у вас есть какая-то проблема, без внимания вы не останетесь. Окей. Ну и давайте использовать, наверное, каждый для себя решит. Нравится ему это, не нравится, но попробовать, я думаю, стоит. Что бы хотелось запомнить, это тот самый functional программ, который привносит Guava в наш код. Это избегайте now. Используйте precondition для того, чтобы проверить аргументы или какой-то state. Работа со стрингами, multimer, multiset, bimer и кешинг. Если у вас есть какие-то вопросы, я буду рад ответить. А вот по поводу халива, что Commons и Guava по перфомансу не значит, кто быстрее? Я сомневаюсь, что кто-то мерил перфоманс и задавался этой задачей. Именно мерить перфоманс, а кто тоже быстрее войдет стринг, допустим, сплитить значение. Я думаю, все достаточно эффективно. Ну, зависит. Размер библиотеки, просто сейчас я не смог посмотреть, какой размер библиотеки. Как она? По большому большая? Нет, она достаточно маленькая, стандартная. Сколько в количестве? Я так не скажу, честно говоря, я не задавался этим вопросом. Наверное, пару не бывает, я так думаю. Но дело в том, что большой функционал, скажем так, гранатсмен Guava, он либо взят из скала, либо у них пересечение идет. Очень интересно, в принципе. Ну, опять же, как я приводил пример, и хорошего использования, да, фанкшного программинга, как бы с помощью Guava, так и плохого, да, там, где можно решить в 3 раза меньше код написать. Для решения той же самой задачи. Но, действительно, функциональное программирование, они старались взять что-то похожее, да, там, в скале. Окей, я еще здесь, да, вопрос. Возвращаясь к функциональному функциональщине, то Guava, я возьму метод транспорта, который очень роплошно мало. Я возьму метод предиката, который, в той или иной степени, частный случай, или единственный случай, чистый или чистый? Что ты имеешь в виду чистый редюст? Тут больше работа с коллекциями? Да. Мне бы хотелось, допустим, коллекцию посчитать, найти максимальный пример. Ты можешь отфильтровать его с помощью предиката. Хорошо, допустим, я хочу основному найти второй вариант. Ну, такого ты не найдешь. С помощью Guava. Ну, ты не сможешь делать это. То есть, какую-то больше логику, да, какую-то выполнить? Нет, ну, а ты на сумасу на все это не найдешь. Ну, мне кажется, проще будет как-то просилироваться и посчитать. Ну, если вам... Да, вопрос. Конечно. А про аннотации, GVT-компатру, что это значит, почему они применены? Они используются внутри GVT, это Google Web Toolkit, это... То есть, я не могу... Эффект Google... Они не гарантируют, что те методы, которые обозначены как GVT incompatible, что они будут работать людям. Вот, если ты будешь их использовать, ну, внутри GVT-кода. Это просто маркер? Это, да, по сути, да, это маркер. Нет, я не понял. Это о том, что GVT, что, моя о том, кере, он фактируется в JavaScript, там, когда GVT-код, это достаточно смосятся в JavaScript. Да. Это не будет работать. Так что они как-то проверили, вы увидели, что... Ну, я не знаю, как насчет использования GVT incompatible, GVT incompatible, вам пригодится, как бы, в написании вашего кода, да, и зареют эти аннотации. Больше разработчиков... Они... Это больше то, что они используют у себя internally. А то, что пригодится, это вот бета и visible for testing. Ну, по-моему, это удобно. Вот. В крайней мере, маркать свои методы. Ну, только visible for testing, он просто как маркер. Он не несет никакой функциональной нагрузки. Нет. Ну, какая функциональная нагрузка? Нет? Окей. Я еще здесь, если появятся вопросы, я буду рад ответить. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ОПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...